Премия, новая детская книга, по-моему, называется, Росмэнфу вручает. Там болели за нашу знакомую ПТСО Настю Орлову. Она, кстати, получила первую премию в категории веселую историю. И там в другую первую премию получила семейная пара, которая писала про зоопарк московский. И вот они вышли, говорят, это история такая волшебная, мы придумали, что там главный герой Савюнок. Который рождается в зоопарке, такая редкость. И вот только мы придумали, мы узнаем, что за несколько дней до этого, реально, в московском зоопарке, Саваннеясович, родила Савенка, впервые, что бывает такое. Это, кстати, информационное поле, про которое нам рассказывала девочка в Сланцево. Оказывается, есть такая теория, это вернадский, ноосфера, все это там. Это нам просто, мы были в гостях в библиотеке, в Сланцево, там очень умные детки, и вот они нам рассказывали, что это полно серьезно. Они говорят, мы знаем, как вы пишете вместе. Просто вы вдвоем подключены к одному и тому же информационному полю. Мы говорим, точно. Теперь мы всем так и рассказываем. Теперь, если начинается вопрос, откуда вы, как вы придумали, а вот информационное поле. И все, какие с нас взятки. Чего мы надиктовали, то и написали. Не знаю. А можно вопрос еще? Ганя, я себя мучила, когда еще Ильфа Петрова, они пишут вместе. Как можно писать вместе? Да, тоже. Ну, как это? Ну, как, Женя пишет, я редактирую, я за ГТС. Мягкие знаки впечатляю. Да пишем по очереди просто. Мы работаем не вместе, мы работаем каждую себя дома, пересылаем друг друга. Не, начальный этап, вот когда мы придумываем историю, мы ее, ну, как бы в целом придумываем сразу всю. Ну, понятно, без подробностей, возможно, в голове держать. Ну, какой-то вот основной костяк. Мы идем в кафе магазина «Союз» на Пятницкой, садимся, там, заказываем какие-нибудь коктейли и выпрашиваем. Каждый раз забываем взять с собой ручку и бумажку, да, выпрашиваем официентов. Официентов не просто на какой-то счет, мы на обороте его начинаем составлять схему. И таким образом некий скелет придумывается. А потом мы садимся, да, по очереди. Ну, потом совершенно не обязательно, что вообще то, что мы придумали, этот скелет вообще остается. Надо же чего-то отталкиваться. Ну, да, потому что очень часто сюжет уходит. Тоже моя любимая история, когда мы писали, а, что это мы писали, Москву есть, мы писали. И звонит мне Андрей и говорит, слушай, а граф Маша-то в карты проиграл. Я говорю, подожди, как в карты проиграл, ты что, с ума сошел, он вообще не об этом. Он говорит, ничего не могу, проиграл, и все. А ты уж дальше сама выкручиваешься. Ну, мы потом этот кусок, кстати, убрали. Ну, да. А дети вам помогают писать? Понимаете, что я сделаю? Естественно, они, во-первых, они заказчики, во-вторых, источник вдохновения, в-третьих, и в-третьих источник вдохновения, в смысле, ты почему ничего нового не пишешь, меня читать нечего. Не, помогают, конечно. Мы на них все спрашиваем. Во-первых, ну вот, получается, книжки растут вместе с моей старшей дочкой. То есть, когда мы писали время хорошее, она была в пятом классе, потом в гимназии мы писали, она была в седьмом классе, ну и так далее. И ее класс, ее параллель у нас-то с читателем. То есть, мы подносим нам написанную книжку, и всегда же главное в возраст попасть. То есть, если пишешь про пятиклассников, это должны быть пятиклассники. Если про семиклассников, то должны быть семиклассники. И, кстати, очень часто взрослые говорят неправду, они не такие. Они у вас гораздо взрослее, чем в жизни. Да, взрослые, они методенцию принизятся. Особенно все, что касается каких-то любовных линий. Что, говорит, пятиклассники про любовь, они вообще ничего не говорят? Мне очень нравятся, особенно, реакции мамы мальчиков. Говорят, какая любовь, мой балбес, ему 14, что он там, когда он вообще не может такое подумать? Мы все им говорим, ага, конечно. Ему всегда первый, собственно, основной к ним вопрос. Прасьте сленг, правьте реплики, если это не соответствует вашему возрасту, вот что важно. Но, честно говоря, от них еще ни разу никаких претензий не поступало. Ну, кроме редких слов, которые они... Словом. Ну, и сленг вообще делал такое. В Минске он один, в Москве он другой. Да, выяснилось, что не от возраста даже зависит. Не только от возраста, но и место играет. Ну, единственное, что мы выяснили, конечно, что самый сложный возраст – это седьмой класс. Потому что семиклассники, они вот... Такая класса. Да, встречаешься с классом, заходит вот такой шпендрик, вот такая девочка с бантиками, а рядом вот такая тютя с 2-5 размера, и рядом вот такой дядя, метр девяносто. Чуть у него с усами. Да, и они одноклассники. То есть вот этот возраст, который и соединяется. А пока они в этом седьмом классе учатся, вот этот шпендрик вдруг в раз, и за месяц вырастает до того, который был по плечу. И вот в этом такая вот наносмесь всяких... Максимальное количество сленга на единицу речи в седьмом классе. Они часто говорят так, что вообще ничего не понятно. Пэк-мэк-бэк, эмоции куча, мысли выражать не умеют, и такие вот. Гормоны прут так, что просто... В застальное время скоро выйдет сборник по названиям типа смотри короче. Там один из рассказов, он именно про это, что мальчик прибегает к бабушке, бабушка филолог, а он не прибегает, говорит, бабушка, типа... Без типа. Смотри, без смотри. Короче, без короче. И он не может начать фразу, потому что его эмоции распирают, он безводных этих слов паразитов, но никак. Собственно, и за этот вот сленг, что интересно, нас ругают дети. Смотивировка такой. Да, мы так говорим, но писать так в книге нельзя. Ну что мы отвечаем? Ну не говорите, мы не будем писать, что мы придумываем. Да, если не нравится, то нечего на зеркало пинять. Если не нравится, то очень хорошо, значит, мы попали. А вообще, скажем, вот рассказы про седьмой класс, половину свою были написаны для того, чтобы Женя что-то могла объяснить своей старшей дочке. Потому что в 14 лет что-то подойти и сказать, ну это то же самое, что сказать ровно противоположное. То есть если там... Там, да, и реальных историй гораздо больше, чем придумано. Ну понятно, что они часто гипертрофированы, утрированы, там изменены все имена и фамилии. Что бы просто ярче. Ну, один рассказ просто калька, калька жизненной ситуации, которую я писала конкретно по заказу семиклассников. Вот ее самая-то замечательная история про унитаз. Когда они пришли в пятый класс в гимназию, мальчишки перед Новым годом принесли в школу петарды. Ну, и решили, круто, петарды, что-то сейчас смешными, что-нибудь сделаем, пойдем посмотрим, как она горит. В туалет. Ну, а куда еще? Они пришли в мужской туалет, зашли петарду, зажгли эту петарду, и тут они поняли, что она горит. И что же не надо что-то делать, ее надо тушить. Они не нашли, придумали ничего умнее, как кинуть ее в унитаз, а для верности спустить в воду. В общем, фонтан, унитаз в щепке. Насылается гидроугар. Да-да-да-да. Они с лопочными глазами из туалета. Вы будете смеяться, но очень известный, очень умный человек с двумя высшими образованиями, известный блогер и потрясатель Леонид Каганов повторил точность. Ну, видимо, это да. Дважды хохма, не хохма. Но на самом деле, самое смешное в этой истории, то, что когда в следующем году пришли шестиклассники, они взорвали ровно тот же унитаз. То есть в той же школе. Это у них традиция теперь такая. И вот, когда мы эту историю рассказываем в школах на встречах с учениками, считали, она нас так смотрит. Мы всегда говорим, не надо повторять. Но по глазам мы видим. Чтобы посмотреть на праздничный фейерверк в туалете, смешанный с фонтаном, да, это так интересно. Идея, да. Ну, пока, по-моему, никто... Ну, по крайней мере, нам не сообщают, что кто-то повторил. Или вот тоже история. Женька, прихожу к ней домой, она мне подзывает, говорит, слушай, я вот не знаю, как Сашке, старшей дочери, ему там объяснить. Вот посмотри на эту фотографию, которую он себя выложил в ВКонтакте. Я смотрю, а Саша, она спортивная девочка, она фигурным катанием занималась, многое танцами, сейчас там брейк-дансом каким-то. И фигура у нее хорошая, многие развитые. Она сфотографировалась с распущенными глазами в каком-то спортивном своем танцевании. Ну, короче, юбка вот такая, каблуки вот такие, девчонке 12 лет. Я смотрю на ее фотку, мне страшно. А сказать, дорогая, убери... Ну, я нет, я сказала, конечно, ну, а толку, да? Понятно, что, ну, по-хорошему, я вообще не должна на ее страницу ВКонтакте заходить. В общем, я такая, а что делать? Я пришла к Андрею, говорю, ну, как-нибудь, давай объясним ребенку. И мы написали просто рассказ про то, что... О том, как это выглядит за сухой стороны. Да, я попросила Андрею, говорю, вот тебе напиши, вот честно, как мужчина, вот что ты чувствуешь, глядя на эту фотографию. Он честно написал. И мы подсунули Сашке в сборники. Ну, я смотрю дня через два, фотографию-то убрала. Хорошо. А говоришь, флоп, это не искусство. Да. Так что мы, на самом деле, решаем какие-то свои внутренние проблемы. Попутно. А это попутно, да, решают. Побочный продукт. Это, да, для того, чтобы нашим детям хотелось учиться в школе. Нам решили поколдовать. На самом деле, вот мы когда эту книжку написали, у меня был тоже главный вопрос к читателям. Какие чувства она вызывает? То есть, скажем так, она может вызвать двоякие чувства. Первая, это какая крутая школа, я хочу в ней учиться. А вторая, я хочу что-то изменить в своей. И вот нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы вот это, я хочу что-то изменить в своей школе, оно преобладало. Потому что, ну, а что завидовать? Все равно мы эту школу с головой выбрали, ее в природе не бывает. То есть, бывают какие-то, конечно, светлые пятна в столичных городах. А самое главное, изменить нам в себе. Если ты, там, отдельный человек, себе что-то меняешь и по-другому себя ведешь, тогда меняется. Это говорила, это, выреза, Морошова. Она очень хороший психолог, и когда там какой-то сумасшедший родитель еще кто-то там приставал к нескольким глупым вопросам, она ему четко по разделению ответила. А он к ней приставал с вопросами, почему школа не воспитывает его ребенка. И что там он, ребенок меня в результате не слушает. Говорит, так, во-первых, в школу никого не воспитывает. Во-вторых, изменить другого человека вы не можете. В-третьих, вы можете изменить самого себя. Если вы измените свое поведение, как реакция, изменится отношение к вам. То есть, если вас ребенок не слушает, это ваша проблема. Вы должны ее решать. А не пытаться заставить ребенка как-то взять и насильно его вылепить. Ну, в общем, расшелка, очень много чего хорошего говорила. Ну, она сразу ошарашила всех заявлением. Там был круглый стол детской книги о том, что современные молодежи, она, дескать, не читает книгу. Она говорит, все наоборот. Детский, современный семиклассник текста ориентирован гораздо больше, чем семиклассник 20 лет назад. Потому что 20 лет назад что читал семиклассник? Ну, то, что он увидел там в библиотеке. Все семь книг. Что писал семиклассник? Сочинение, изложение и на Новый год открытки родственника. Что теперь читает и пишет? Он читает и пишет ВКонтакте. То есть, он пишет огромное количество текста, и он же это читает. Он не только потребитель большого количества текста, но и производитель. А то, что книга туда не попадает, так это проблема книги, а не этого семиклассника. Надо просто, чтобы литература как-то изменилась таким образом, чтобы оказаться в том же информационном поле, что и дети. И не надо... То есть, опять же, мы хотим, чтобы они изменились и стали такими, как мы. Это невозможно. Они такие, как они. А мы такие, как мы. А вот книги, которые мы пишем, они могут измениться. То есть, их надо писать как-то по-другому. Их надо писать по-разному. И тут большое, конечно, большая помощь может происходить от книга торговли, от критики, от библиотекарей. Потому что, когда говоришь о детской литературе, 90% отчетов и продавцы, и библиотекари, и школьные учителя сразу говорят, Маршак, Чуговский, ну, максимум Хармс Веденский. Это уже просто продвинутые такие совершенно. Да, нам тут недавно рассказывалось про кого вы знаете из современных детских писателей. Говорят, Хармс. Связак. С полужаром. Ну, это беда там всеобщая, что нельзя обвинять тех же библиотекарей, что они что-то... Они как раз хотят знать, они пытаются. Если кто-то пытается что-то сделать с детской литературой, так кто библиотекарь? Спросите у нас что-нибудь.